Всем привет вы на канале планета земля и сегодня мы поговорим о черном море что мы знаем о нем но то что это море там тепло отдых лето чайки дельфины устрицы медузы пахлава медовая самса и то по продвинутей знаком с черноморской килькой бычками креветками рапанами и крабами и так называемый high level помимо крыма и сочи был в турции и болгарии и в общем все хорошо и жизнь удалась но мне кажется черное море это не только вкусняшки отдых это что-то большое необъятное со своей историей загадками в которые мы с вами и погрузимся поехали море имеет форму овала самая длинная его ось проходит с запада на восток и длина ее составляет 1150 километров а вертикальная ось около 500 площадь составляет около четырехсот двадцати тысяч квадратных километров максимальная глубина 2210 метров а средняя 1200 за миллионный лет своей истории черное море или точнее то что было на его месте несколько раз становилось то озером то морем когда-то 200 миллионов лет назад оно было окраиной части гигантского океана тетис соединявшего через современную территорию азии нынешний атлантический и тихий океаны около пяти семи миллионов лет назад в результате образования гигантских горных хребтов океан тетис распался на месте нынешнего черного каспийского аральских морей образовалась замкнутое пресноводное сарматское море озеро оно существовало на протяжении двух миллионов лет и именно в этот период в нем сложились пресноводные флора и фауна остатки которых сохранились до сих пор и между прочим крым и кавказ были островами в сарматском море прошло каких-то 2 миллиона лет и снова появилась связь с океаном образовалась соленое миотическое море его заселили морские животные растения то время здесь даже водились огромные киты чтобы в наше время палеонтологи откопали их и показали нам последние 20 тысяч лет на месте черного моря существовало почти пресное новоиксинское озеро море лишь 8000 лет назад она соединилась со средиземным морем через пролив босфор возможно в результате землетрясения черное море глубокое центральную часть его дна занимает илистая абиссальская глубинная равнина лежащая на двух километровой глубине а склоны черноморской впадины очень крутые бурная история черного моря привела к возникновению самых различных его наименований у разных народов которые сохранились в древних эпосах и летописях но не всегда она называлась черным у него было несколько названий например в древней греции черное море называлось понтом эвксинским что означает гостеприимное море однако древние греки не сразу так ласково назвали черное море сначала когда они только прибыли на побережье и столкнулись с племенами жившими здесь черное море стало для них негостеприимным они его назвали понтом оксинским легенды говорят что племена тавров населявших тогда берега черного моря были чрезвычайно свирепы они приносили в жертву своим богам всех пришлых людей но море не может отвечать за тех кто на нем живет и позже древние греки переименовали негостеприимное море в гостеприимное встречается еще несколько старых названий черного моря это и сугдетское море в честь процветающего города сугдеи нынешний судак и хазарское море в честь хазар во времена древней руси в летописях черное море называли русским предположительно потому что киевский князь воевавшись с хазарами побывал на его берегах итальянцы же которые владели некоторыми небольшими портами на побережье в средние века называли море понским откуда же взялось название черное море существует несколько версий скифы называли море тэнк что в переводе соскифского темное древние иранцы называли море ашхаена это также означает темное одна из турецких легенд гласит в черном море лежит меч бога который в море забросил волшебник по имени али воды моря не хотят этого меча пытаясь его выбросить из своих недр когда море волнуется она становится темным и даже черным одна из гипотез отсылает нас к магеллану магеллан попал в море во время шторма а во всех морях в шторм вода темнеет по первому впечатлению и закрепилась название моря следующая версия основана на том что в глубинах черного моря много сероводорода которая окрашивает металлические предметы в черный цвет у древних мореплаватели окрашивались якоря отчего они и дали морю название черное и еще немало существует версий например одна из них приписывает это название черным водорослям которые становятся черными попадая на берег после шторма сколько мнений столько и версий и можно выбирать любую но про сероводород мне кажется по научнее и я выберу именно эту версию а вы на выбор какая вам больше нравилось в черном море на большое расстояние простирается мелководье у самых берегов его можно легко исследовать а максимальная глубина находится в самом центре и в этом месте но мало изучено основной мелководье расположено на юге а в северной и восточной его частью самого побережья ученые наткнулись на склоны кавказских гор уходящих глубоко под воду черное море является частью атлантического океана у него есть выход к мраморному морю через босфор а через дарданеллы есть возможность заплыть водой агейского и средиземного морей базовское море можно попасть через керченский пролив соленость черного моря по сравнению с другими морями океанами невысока поверхностном слое на одну тысячу грамм воды приходится всего 18 грамм солей для сравнения в атлантическом океане это 35 грамм соли а в красном 39 на северо-западе черного моря вода имеет еще меньшую соленость всего 13 грамм на тысячу грамм морской воды в основном климат при черноморье континентальный но есть места где свое влияние оказывает субтропический климат эта часть кавказа и крыма северные ветра туда дуют редко ведь водная артерия защищена крымскими горами а ветер дующий с юго-западной стороны насыщает воздух влагой и теплом большая часть циклонов приходит сюда со стороны океана они несут собой шквальный ветер и бури циклоны направляющиеся к берегам черного моря редко бывают одиночными чаще это череда из 5-6 циклонов зимой погода на черноморском побережье влажная а в летние более сухая на западе больше климат степной именно здесь почти три месяца можно наблюдать туман вода в море прогревается неодинаково на это сильно влияет рельеф дна площади расположения в зимние месяцы вода не замерзает только узкая кромка у самого берега и то если температура падает сильно резко минимальная температура на глубине не падает ниже плюс 8 поверхностный слой черноморской воды до глубины примерно 100 метров преимущественное речного происхождения в то же время в глубины моря поступает более соленая тяжелее пресной вода из мраморного моря она протекает по дну босфорского пролива и называется нижне босфорское течение и опускается вглубь поэтому соленость придонных слоев выше черное море впадает сразу несколько крупных рек это днепр дунай дне старым зимта псо учорах эшелмарк и камчья они являются основными поставщиками воды количество воды в водоеме составляет больше 550 тысяч кубических километров ее пополнение происходит несколькими способами приток из пресноводных рек дожди и другие виды осадков а также притока из азовского моря а азовское море одно из самых маленьких и самое мелкое море на планете максимальная глубина чуть больше 13 метров но тем не менее это очень важный логистический узел на берегу азовского моря находятся крупные торговые порты мариуполь бердянск таганрог и ростов-на-дону также в него впадает одна из самых крупных рек европы дон длина которой составляет 1870 километров практически все побережье усеяно горными хребтами горы черного моря молодые их формирование еще продолжается поэтому здесь можно встретить большое количество потухших вулканов особенно их много на южном берегу крыма и на черноморском побережье кавказа еще одно название черного моря звучит зловеще море мертвых глубин действительно воды черного моря обладают необычными характеристиками глубины черного моря делят на два уровня глубже 150 200 метров здесь практически нет жизни за высокого процента содержащегося в глубинных слоях воды сероводорода сероводород одно из самых загадочных свойств в черном море как говорил на глубине примерно от 150 метров черноморской воды нет кислорода ни животные не растения жить там не могут на глубинах от 200 метров до самого дна живут только бактерии выделяющие также сероводород другие уверены что это геологическое явление вызвано и вулканической деятельностью на дне иногда в результате штормов пары сероводорода вырываются наружу и тогда в зоне выхода газа стоит специфический запах тухлых яиц это таит в себе чрезвычайную опасность при контакте большого количества сероводорода с воздухом может возникнуть взрыв и ведь нечто подобное уже было глубокой ночью 12 сентября 1927 года крымский полуостров испытал всю мощь восьмибального землетрясения эпицентр залегал в 25 километрах южнее ялты были зафиксированы гигантские оползни обрушение практически всех зданий погиб почти весь урожай как свидетельствовали очевидцы колебания земной поверхности сопровождалось отвратительным смрадом и вспышками направленными от поверхности моря к небесам огненные столбы окутанные дымом достигали нескольких сотен метров в высоту так горело черное море большинство ученых не сомневается что это был сероводород или метан специалисты всерьез озадачены проблемы сероводорода в поверхностных слоях черного моря любой тектонический сдвиг может привести к выбросу огромного количества ядовитого вещества и тогда последствия могут быть гораздо серьезнее чем во время крымского землетрясения океанолог александр городницкий отметил что такая угроза вполне реально черное море сейсмически активный регион там бывают землетрясения которые провоцируют выбросы газогидратов спрессованных под высоким давлением скоплений метана и других горючих газов при неблагоприятном сценарии в атмосферу будут выброшенные тонны концентрированной серной кислоты тысячи людей погибнут от удушья миллионам придется переселиться подальше от побережья но и там их настигнет сероводород пролившийся кислотными дождями специалисты занимающиеся проблемой сероводорода и метана в черном море отмечают слухи выхода этих газов на поверхность так что черное море самое опасное в мире хранилище сероводорода по этой же причине одной из самых малообитаемых морей на земле на 1 кубический километр воды приходится всего 37 килограммов биологической массы так получается потому что жизнь в нем сосредоточена только в узкой прибрежной полосе в области небольших глубин но все-таки оно богато флорой и фауной в водах черного моря водится много разновидностей рыб в их числе бычок хамса азовская черноморская пять видов кефали камбала глосса мерлуза она же хек луфарь барабуля морской ерш скумбрия ставрида пикша сельдь и тюлька млекопитающие в водах черного моря представлены в ограниченном количестве черном море существует три вида дельфинов афалина белобочка и азовка а тюлень монах или белобрюхий тюлень единственный представитель вида ластоногих в черном море питаются тюлени моллюсками большую часть жизни проводят в воде где прекрасно себя чувствуют среди камней и расщелин прибрежных скал можно найти крабов и креветок как мы уже узнали черное море одно из самых молодых морей земли примерно 8000 лет назад она была озером экосистема черного моря продолжает меняться на наших глазах меняется уровень моря меняется флора и фауна появляются новые морские виды а некоторые из тех что жили здесь ранее исчезают например многие черноморские моллюски чьи ракушки мы находим на пляжах сегодня уже вымерли их уничтожил один из самых беспощадных беспредельщиков и хищников черного моря техоокеанский вселенец брюхоногий моллюс крапан а для человека определенную опасность в особенности для слизистых оболочек представляет медуза корнерод поэтому стоит остерегаться нырять с открытыми глазами и засовывать медуз в плавки черном море также водится колючая акула или катран колючие ее называют за два крепких острых шипа у основания которых имеются ядовитые железы расположенные перед спинными плавниками ими катран способен нанести глубокие раны незадачливому рыболову или неосторожному аквалангисту не следует забывать что у катрана и зубы акули несмотря на скромные размеры морской ерш или черноморская скорпена это настоящее чудище большая голова покрытая выростами рожками выпущенные багровые глазищи огромный рот с толстыми губами лучи спинного плавника превращены в острые колючки которые скорпена если потревожить растопыривает это защита ерша от хищников а оружие атаки челюсти с множеством острых кривых зубов эти колючие хищники таятся между камнями под водорослями и как все донные рыбы меняют окраску под свет своего окружения могут быстро светлеть или темнеть зависимости от освещенности уколы плавников очень болезненны но может не такие болезненные как у ската хвостокола он же морской кот вырастает до 1 метра в длину у него на хвосте есть колючка точнее настоящий меч до 20 сантиметров в длину у некоторых рыб встречаются два или даже три шипа его края очень острые да к тому же зазубренные вдоль лезвия укол его напоминает удар тупым ножом боль быстро усиливается и через 5-10 минут становится нестерпимой а есть еще в черном море свой звездочет она же морская корова на жаберных крышках и над грудными плавниками морской коровы имеются острые шипы в период размножения с конца мая до сентября у их основания развивается скопление клеток вырабатывающих токсин вскоре после ранения у человека в месте укола появляется острая боль пораженная ткань и текает затрудняется дыхание лишь через несколько дней человек выздоравливает ну и наконец еще один очень опасный житель это морской дракончик или морской скорпион самая ядовитая рыба многих европейских морей которая обитает черном море и керченском проливе рыба живет у дна и часто зарывается в грунт так что видна только его голова если наступить на нее босой ногой или схватить рукой ее острые колючки вонзаются в тело обидчика в зависимости от глубины укола величины рыбы состояния пострадавшего последствия поражения дракончиком могут быть различны но все происходит болезненно а иногда можно как говорят склеить ласты причем не покупные а свои но в основном отравление проходит через два-три дня а еще черное море не всегда черное августовскими ночами иногда светится причиной тому обитающий в нем необычный вид планктонных это ночесветка обладающая способностью фосфорицировать вот такое оно черное море со своей историей природой подводными тайными загадками и будем надеяться что каждый смотритель нашего канала посетит и поплескается в нем отведает рапана и не наступит ни на морского ерша и тем более морского кота да и убережет судьба его плавки от медузы корнерод смотрим слушаем записываем подписываемся не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями это очень помогает продвижению с вами был канал планета земля не забываем поставить лайки и делиться этим видео с вами был я и я а ну 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 о он